Дорогие друзья, это Мора, это Мороблог. В этот раз я не стану, как в прошлый, говорить только о сыроведении, но пару тезисов я должен озвучить, потому как уже звучали некоторые вопросы. И начнем с моего видения гастрономической эволюции в современном мире. Сразу же оговорюсь, это эволюция, которая имеет место быть только в рамках твоего сознания. Я не говорю о том, что все общество должно переходить разом на веганское питание, на сыроедение, на праноедение, на что угодно. Это личный выбор каждого. Определенные двери, определенные фишечки этот переход будет вам давать. Но нужно ли это или не нужно, решать исключительно вам. Сначала ты... Вот здесь будет кулак, да? Сначала ты ешь все подряд. Ты ешь мясо, рыбу, пастфуд, почему нет? От всевозможных, значит, сладостей... Господи, сладостей, зачем я про них вспомнил? Но, тем не менее, ты ешь все, и ты такой раб своего живота, потому что, когда ты пожрешь хорошенько, ты в таком кайфе. Ты просто настолько упор от пищи, что тебе вообще ничего не нужно. Со временем ты начинаешь задумываться... У тебя появляются, вполне возможно, у тебя могут появиться некоторые этические воззрения, некоторые мысли касательно того, что... Хммм... А все-таки чем же я лучше животного? То есть, неужели, если какое-то существо не может разговаривать на понятном мне языке... Кстати, иностранцы тоже не могут разговаривать на понятном вам языке... То неужели это значит, что его можно убивать? Неужели это значит, что его можно держать в ужасных условиях? Неужели это значит, что над ним можно всячески измываться? И такой нюанс, если кто-то говорит вам о том, что животные содержатся в нормальных условиях, что есть целое искусство по безболительному забою животных, то я аплодирую стоя таким людям. Если вы хоть раз побываете на российских скотобойнях, на российских мясных заводах, то у вас не останется сомнений по поводу того, что это неправильно. Такой небольшой тоже нюанс, небольшое сравнение. Нормальному человеку, адекватному человеку, человеку интеллектуально развитому неестественно получать удовольствие от причинения боли другому живому существу. Поэтому во время Второй мировой в концлагерях пленных называли не людьми, а брёвнами. Это способствовало тому, что состоялся определённый барьер, определённая грань между людьми и брёвнами. То есть брёвна за людей ты не считаешь даже по терминологии. Поэтому их проще убивать, поэтому ими можно кормить печи. Такое же сейчас у нас восприятие у людей, которые работают на скотобойнях. Там совершенно нормально животное звездануть, пнуть, не будем о боли и печали. Далее ты переходишь на вегетарианское питание. Дальше идёт, соответственно, вот у нас мясо, эпоха неолита, всё мы едим. Дальше у нас вегетарианство, дальше у нас веганство. Касательно веганства я никогда не считал веганство законченной мыслью, законченной позицией. Потому как, да, это более глубокое понимание проблематики животных. Но после веганов есть ещё такое ответвление в некое более глубокое гуманистическое русло. Это фреганы. Это люди, которые выступают за усиление переработки вторсырья. И это если мы говорим о социуме, если мы говорим о гуманизме. Есть дальше сыроедение, есть моносыроедение, есть фрукторианство. И, наконец, есть праноедение. Касально праноедения мы сейчас разговаривать не будем. У меня есть свои мысли по поводу праноедения. Но я никого не собираюсь убеждать, что можно жить, питаясь солнцем и ничего не закидывать в желудок. Хотя лично меня в школе учили, что человек на пятые сутки без воды умирает. Я, во-первых, выяснил, что без воды при наличии фруктов жить можно просто великолепно. Меня ничего не напрягает. И удивительная Ксения, которая, я опять-таки надеюсь, что появится рано или поздно в моем блоге, может вам поведать о сухом голодании. То есть я, когда ехал в Брянск, я приехал, у Ксюшеньки были седьмые сутки без воды и еды. Я думаю, что это покажется немножко диким. Но вы представьте себе, можно прожить семь дней без воды, без еды, без каких-либо серьезных повреждений для организма. Где те самые пять суток, после которых человек умирает, черт возьми? Ну, ладно. Пожалуй, хватит говорить о питании. Камера не садись! Нет! Камера сядет сейчас! Черт возьми! В паблике Raw Vegan Diet я постараюсь озвучивать свои мысли касательно срединия. Ну, то есть там будет такой, может быть, там будет маленький такой трехминутный блог, который будет выходить по вторникам. Может быть, этого не будет. Я пока что только планирую. К сожалению, время и, к сожалению, аппаратура, на которой я могу монтировать, она стоит там, а я бываю везде. Человек мира. Вот так. Мне очень часто в личнику приходят сообщения подобного содержания. Мора, когда ты приезжаешь в Ростов-на-Дону. Мора, когда ты приезжаешь в Красноярск. Мора, давай к нам езжай, у нас весело. Мора, давай езжай к нам на Урал, мы тебе все покажем. Дорогие друзья, к сожалению, я все еще не вышел из той кабалы в зависимости от денег. Так как мой доход напрямую зависит от кросс-сетевого маркетинга, от Токфьюжена, я езжу и буду ездить в те города, где людям нужно зарабатывать по 15 тысяч в неделю. То есть, если где-то есть люди замотивированные получать деньги, много денег, вот туда мне есть смысл ездить по той лишь простой причине, что для того, чтобы доехать до места, нужно тратить деньги. Поэтому, друзья, я стараюсь совмещать свои поездки со своим видом заработка. Вот. Ну и тут просто я обязан поделиться штукой, которая мне мозг немножко взорвало. Штука-то называется вирусный маркетинг. Если вы, как и я, никогда об этом не слышали, вы сейчас будете просто веселиться, потому что штука, изобретение просто гениальное. Прямо здесь, прямо на ютюбе, под видео, я выложу ссылки на сайты, где можно, внимательно, за то, что вы ставите лайки, вступаете в группы и рассказываете о других статусах, вставите что-то в статусы, вы получаете за это деньги. Друзья, по-моему, это просто гениально, потому как вы задумайтесь, какая есть армия школьников, которая сидит в интернетах и залипает во всяких приложениях, типа, не знаю, зомби-фермы. Я сразу же говорю, что этот вид развлечений подходит только тем, у кого есть много свободного времени, но с помощью вирусного маркетинга вы можете зарабатывать деньги себе на мобильный телефон и на интернет, их будет хватать предостаточно. Я эту мысль озвучиваю исключительно ради того, чтобы поделиться своей радостью от того, что кто-то придумал вирусный маркетинг, это гениально просто. И раз камера еще не до конца села, давайте сейчас посмотрим трейлер к одному фильму, который поднимает проблему педофилии в современном обществе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Почему этот фильм, почему я о нём говорю? В современном обществе есть проблема педофилии. Есть такие организации, которые занимаются ловлей педофилов на живца. То есть некий несовершеннолетний подросток берёт телефон, звонит дяде, говорит, дядя, дядя, приезжай, дядя приезжает, и там уже с дядей разговаривают такие крепкие ребята, всячески его оскорбляя, унижая и так далее и тому подобное, потому что педофилы это не люди. Я цитирую, это не моя точка зрения. Я не считаю подобные методы борьбы с педофилией верными, не считаю их правильными. Однако, ещё менее правильной я считаю педофилию как таковую. Что же касательно фильма. По моему скромному разумению, снят просто великолепно. Кадр там поставлен так, что просто я сидел, если мне вдруг становилось неинтересно следить за сюжетом, то я просто смотрел на то, как стоит кадр. Снят фильм очень красиво, проблема актуальная. Актриса, которая играет девочку-жертву педофила, играет просто великолепно. Ну, по мордшкале 9 и 10 он точно берёт. Один балл он теряет, наверное, только за счёт того, что мне в последнее время в силу каких-то определённых непонятных мне причин тяжело стало смотреть на насилие в кинематографе. Я очень опасаюсь, что это следствие сыроедения. Если это так, то я не буду его так сильно лоббировать. Но уж как есть, как есть. Я хотел бы обратить ваше внимание на такую тенденцию в современном обществе. Ещё 5 лет назад, если бы ты подошёл с наклейкой «Я паркуюсь, где хочу», прилепил бы её на лобовуху кому-нибудь, тебя бы посадили суток на 15. Но сегодня, если ты подходишь с наклейкой «Паркуюсь, где хочу», с тобой стоит ещё 10 человек с камерами, «Ты молодец, ты герой, и тебе Владимир Владимирович жмёт руку». Хорошо ли это, плохо ли? Ну, я не знаю. Далее появляется через какое-то время проект, где накаченные ребята ловят на живца педофилов. Потом они всячески его деморализуют. Плохо ли это, хорошо ли это? Но их почему-то не наказывают. Педофилы не пишут заявления, значит, и проблемы как такого нет. Хорошо. Проблема с нелегальными курительными смесями спайсами. Что же касательно моего мнения относительно всех психотропных веществ, я о нём как-нибудь вам поведаю. Не сейчас, потому как опять время блога моё ограниченное, и оно уже подходит к концу. Но продажа спайса. Что такое спайс? Спайс – это трава. Причём, неважно какая трава, это может быть подорожник высушенный, нарезанный и пропитанный определённым синтетическим составом. Вредно ли это? Да, это вредно. Бьёт ли это по мозгам? Да, это бьёт по мозгам. В интернете вы можете набрать вред спайса или видео людей по спайсам. Ну, будьте рад, будьте рад. Совершенно, в общем-то, отвратительное зрелище. И сегодня вы можете собрать группу людей в 10 человек, вооружиться молотками, вооружиться дымовыми шашками, и спайсы обычно продают из машин, припаркованных таких неприметных, в таких ларьках, в бункерах всевозможных. Вы можете распростить и хреначить этот ларёк, закидать дымовыми шашками, полить краской человека, который продаёт спайсы, и смыться. Почему смыться? Потому что спайсы зачастую не входят в перечень запрещенных наркотических веществ. Потому как формула спайса постоянно меняется, химическая формула, химсостав. И каждый раз, когда я смотрел видео с нашистами, которые клеят наклейки, с саком, который всячески, значит, проблему педофилии решает, с ребятами, которые борются с проблемой наркомании, у меня возникает такое какое-то очень гнилое чувство радости за всё это. То есть я каждый раз смотрел и потом ловил уже себя на мысль, что правильно делают, ребята, замечательно. Но вот ведь какая проблема. А если в дальнейшем вы знаете все о запрете на пропаганду гомосексуализма в Питере, которая дошла до совершенно абсурднейших просто масштабов, когда запретили продажу молочных продуктов марки «Всёный молочник», видите ли, там где-то была шестицветная радость. Моё мнение касательно пропаганды гомосексуализма очень чёткое. Я против пропаганды. То есть когда устраивают гей парады, я считаю, что это дикая ересь. Однако, если при таком раскладе, что можно бороться со всеми своими методами, устраивать суд Линча над теми, кто не угоден большинству, то не попадают ли потом в дальнейшем люди нетрадиционной сексуальной ориентации под эту опалу? И не будет ли точно такой же ситуации, когда «Хей, вот вы, значит, там за руки держитесь, вот вам по рогам». Всё это я к чему веду? Борьба с педофилией, борьба с наркотиками, борьба с хамством на дорогах. Это всё замечательно, это всё великолепно. И это всё иллюстрирует саморегулируемое общество. То есть что такое анархия в её самом светлом проявлении? Это общество, где не нужны никакие органы власти, просто потому что общество саморегулируется, самоорганизуется, самоорганизуемое общество. Но каноны этого самого самоорганизуемого общества должны диктоваться очень глубокой моралью и очень глубокой духовностью людей. Я не люблю слово «духовность», но здесь его надо использовать. Друзья, давайте будем адекватными, а давайте не будем забывать про то, что наше общество ещё развивается, что нам ещё очень много предстоит сделать. И я настойчиво прошу всегда взвешивать свои поступки, взвешивать свои действия. И сколь бы благими не казались результаты, которых можете достичь, не забывать про определённые моральные, этические каноны, законы и не приступать их. Ну, а я прощаюсь с вами. С вами был Мора, это был Мора Блог. И до скорой встречи через неделю. С вами был Мора, это был Мора Блог.